В любом музыкальном произведении можно найти закономерности, объединяющие звуки в целостную звуковысотную систему. Такая звуковысотная система называется ладом. Иначе говоря, лад это система взаимосвязанных звуков. Существует множество ладов, различных по своему строению и количеству звуков. Большинство ладов состоит из семи звуков. Самые распространенные семиступенные лады это мажор и минор. Если сыграть по белым клавишам по порядку от ноты до до следующей до, то получится один из таких семиступенных ладов – мажорный лад. Запишем эти звуки нотами. В итоге получим звукоряд мажорного лада от ноты до, или иначе говоря, звукоряд тональности до мажор. Тональность – это высотное положение лада. Если сыграть лад от другой ступени, например, от ля, название такого лада будет начинаться с ноты ля. Сыграем по белым клавишам от ля до ля, получим звукоряд минорного лада, или тональность ля минор. Звуки лада называются ступенями и обозначаются римскими цифрами от единицы до семерки. Слушая или исполняя музыкальное произведение, можно заметить, что некоторые звуки, выделяясь из общей массы, приобретают характер опорных звуков. Такие опорные звуки есть в любом ладу. Именно на таких звуках чаще всего заканчиваются мелодии, потому что эти звуки создают чувство завершенности. Поэтому они называются устойчивыми звуками или устойчивыми ступенями лада. Ощутить устойчивость или неустойчивость звуков попробуем на простой мелодии известной детской песенки. Сыгранная мелодия до конца не вызывает никаких сомнений в своей завершенности, то есть не требует какого-либо продолжения. Но если закончить мелодию не на ноте до, а на ре, то это ощущение завершенности теряется, появляется ощущение неустойчивости, и на наш слух требуется продолжить мелодию до устойчивого звука. Устойчивыми являются первая, третья и пятая ступени. В до мажоре, а именно в этой тональности написана песенка про козлика, это ноты до, ми и соль. Но устойчивость этих звуков не одинакова. Один из устойчивых звуков обычно выделяется больше, чем другие, являясь как бы главной опорой. В нашей песенке это нота до. Для сравнения устойчивости ступеней послушаем, как звучит окончание фразы на третьей ступени. И на пятой ступени. Без сомнения, самый устойчивый звук – это первая ступень. Первая ступень лада называется тоникой. Из устойчивых звуков образуется тоническое трезвучие. Остальные ступени лада – вторая, четвертая, шестая и седьмая – являются неустойчивыми. Звуки, создающие ощущение незавершенности, называются неустойчивыми. В теории музыки для обозначения устойчивости и неустойчивости звука неустойчивые звуки принято записывать черными нотными головками, а устойчивые – целыми нотами. Каждый неустойчивый звук тяготеет к соседнему устойчивому. Вторая ступень к первой или третьей, четвертая к пятой или третьей, шестая к пятой, а седьмая к первой. Переход неустойчивого звука в устойчивый называется разрешением. На примере песенки про козлика мы выяснили, что звуки в ладу бывают устойчивыми и неустойчивыми. Но ступени лада классифицируются не только по степени их устойчивости, но и по их функциональности в ладу. По функциональным свойствам ступени делятся на главные и побочные. К главным ступеням относятся первая, четвертая и пятая. В до-мажоре это ноты до, фа и соль. Каждая из этих ступеней имеет собственное название. С первой ступенью мы уже знакомы – это тоника. Четвертая ступень называется субломинанта, пятая – доминанта. Кроме того, в теории музыки каждая из этих ступеней имеет и собственное обозначение. Тоника обозначается латинской буквой «Т», субдоминанта – «С», доминанта – буквой «Д». Тоника – субдоминанта – доминанта. Остальные ступени лада – побочные. Они также имеют свое название. Вторая – нисходящий водный звук. Третья – медианта. Шестая – субмедианта. Седьмая – восходящий водный звук. Построенные на главных ступенях аккорды в музыке используются чаще других. Но даже без использования аккордов с помощью одних только ступеней можно сделать несложный аккомпанемент для мелодии. Для аккомпанемента козлика понадобится только две главных ступени – тоника и доминанта, до и соль. Для разнообразия доминанта использована в разных октавах. Используя возможность игры упрощенными аккордами, можно также исполнить эту песенку с автоаккомпанементом. Только не забудьте, если в вашем инструменте есть несколько режимов взятия аккордов, нужно выбрать тот, в котором возможно использование упрощенных аккордов. Для аккомпанемента песни группы Аба двух главных ступеней – тоники и доминанты – уже будет недостаточно. В двух тактах нужно будет использовать субдоминанту ноту Фа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Начинающие музыканты часто путают устойчивые ступени с главными. Надеюсь, мой урок помог вам разобраться в этом вопросе. Ну а если вы хотели бы осваивать все тонкости игры на синтезаторе под моим руководством, предлагаю вам индивидуальные занятия по скайпу. Вы можете заниматься по индивидуальной программе, составленной исходя из вашей подготовки и ваших потребностей, или выбрать один из курсов. Все курсы составлены мною с учетом особенностей проведения занятий по видеосвязи. Каждый курс – это полноценная обучающая программа определенного уровня сложности, как для начинающих, так и для уже имеющих навыки игры на синтезаторе или фортепиано. Для желающих научиться играть по нотам есть курс изучения музыкальной грамоты и чтения нот с листа. А для тех, кто хочет научиться подбирать мелодии и аккомпанемент, есть курс подбора по слуху. Ну а для музыкантов, осваивающих музыкальный компьютер, курсы работы с компьютерными программами. Если вы не уверены, подойдет ли для вас эта форма обучения, предлагаю вам не сомневаться, а попробовать. Первое занятие проводится бесплатно. Подробную информацию вы найдете по ссылке в описании к видеоуроку. Субтитры создавал DimaTorzok